ну что друзья добрый вечер добрый вечер мы сегодня с вами встречаемся в прямом эфире удивительно в рамках марафона я в этом марафоне выступаю спикером и заявленная тема у нас винтажная флористика я уж не знаю по какой причине так случилось что в марафоне в рамках марафона вещами я со своего аккаунта но у меня на самом деле даже и на руку в принципе окей с той точки зрения что я поделюсь информацией со своими подписчиками хотя честно говоря определенные выводы я для себя сделала сейчас марафонов очень много участников скажем так тоже организаторы не всегда адекватно что ли выполняют свои какие-то требования всем здравствуйте вот поэтому как-то надо будет наверное в будущем немножко подход к выбору марафон рисовали с вами сегодня колдунью да здравствуйте очень приятно всем здравствуйте ну что я сейчас подготавливаюсь да всем добрый вечер я уже с вами как с близкими друзьями встречались каждый вечер даже чаще наверное с вами общаюсь чем с друзьями последнее время добрый вечер маечка собственно говоря да вот флористика про которую сегодня пойдет речь смотрится это достаточно интересно и сложно а выполняется очень легко и просто ну действительно прям легко и просто вот всем здравствуйте присоединяйтесь спасибо большое стараюсь сейчас видите разрабатываем скажем так много курсов пока есть возможность потому что я боюсь что после того как закончится карантин он все-таки когда-то должен закончится хотелось бы в это верить я думаю что времени уже на разработки какие-то просто не будет потому что будет очень много работы другого немножко характера всем добрый вечер добрый вечер креплю типсу пока что и болтаю с вами ну давайте нашу традиционную перекличку рисуем сегодня цветочки традиционную перекличку кто где кто с нами сегодня из какого города из какой страны а а я пока буду крепить типсу и покрывать ее цветом цвет выбираем какой-нибудь кофейный или бежевый в моем случае это 049 линда у любимый уже заканчивается когда закончится этот карантин не могу сказать но в нем есть тоже свои плюсы я одной частью своей души хотела бы поскорее чтобы это закончилось да с другой стороны столько еще всего не сделано калуга питер рязань наверное крым привет латвия израиль привет ставропольский край могилёв белоруссия беларусь правильно так наверное суздаль калуга перм о бруклин америка ничего себе испания ола испания америка сколько у вас времени сейчас у меня недавно девочка из америки купила курс который будет проходить 15 апреля и мы с ней разговаривали и выяснилось что прямые эфиры которые будут проходить да в рамках курса она будет смотреть в записи потому что ну или вставать очень рано потому что там что 4 утра и прям придется вставать 2 часа дня у вас ну вот у нас привет чили ола израиль греция израиль всем привет девчонки ай и рязань холодильники я хоть географию подтяну я так и делаю все утренние эфиры в записи ну да потому что когда она мне сказала что это будет 4 утра я как бы да подумала о том что надо было наверное выбрать какое-то другое время что ли то есть для проведения эфиров но увидите как тут всем не угодишь потому что у нас большой мир хочется верить то что меня смотрит сильно большая аудитория да я верю себя скажем так в этом плане вот ну и как бы то сколько городов и стран сейчас перечисляется говорит о том что действительно это наверное так девочки сегодня у нас будет прямой эфир посвящен он винтажным флористике таким вот цветочком выполнять мы будем одну типсу делается это в рамках марафона на самом-то деле марафон этот проходит правда в другом аккаунте но это история для следующей для следующего эфира до следующего рассказа чтобы выполнить вот такой вот дизайн нам понадобится фон я взяла фон 049 линта вот вы можете взять любой другой какой вам захочется эскизы данных цветов я нахожу вообще обычно в пинтересте вообще моя любимая программа ввожу винтажные цветы либо тату цветы да и тут он выдает вам кучу всяких всяких разных вариантов то есть ну прям вообще уйма различных вариантов вот тех цветочков которые вы могли бы нарисовать что мне нравится и почему я вбиваю именно винтажные цветы он задает очень большое количество различных цветовых решений очень приятных очень нежных да и таких прям близких по цвету так я сейчас отключаю комментарии чтобы вам было удобнее смотреть для всех кто будет подключаться всем привет еще раз вот не знаю как это вот у вас смотрится но вообще в принципе довольно нежно смотрится это на типсе еще раз повторяюсь да нахожу какие-то такие варианты либо винтажные цветы либо тату цветы цветы и прям грубо говоря статуировок фактически срисовываю просто статуировок сложно чем то что вы не можете найти цветовые решения да ну не всегда по крайней мере но здесь есть очень красивые симпатичные расположения самой самих цветочков вот поэтому в принципе можно и таким образом то есть тут вы решаете для себя кому как удобнее как мы располагаем на типсе да историю цветами так немножко отдаляем вот у нас с вами ноготок всегда начинаете рисовать какой-то центральный основной основного с основного элемента с какой-то основной части вот в моем случае если говорить за цветок который мы сегодня будем с вами рисовать это центральный цветок да то есть он у меня располагается впереди прям посередине типса соответственно и собственно говоря располагать я его буду прям по центру а уже к нему я буду присоединять все остальное вот просто чисто взять по центру нарисовать цветочек нельзя обязательно должна быть композиция либо диагональная либо горизонтальная либо вертикальная то есть все как хотите но самое главное что не просто посерединке вляпать цветочек есть такая тема да многие рисуют там цветочек и два вот таких листика ну то есть вот так мы не делаем мы располагаем именно композицию помним всегда о том что листики цветочки лепесточки располагаются туда вовнутрь то есть грубо говоря вы видите не вот такой листик да а вы видите ой карандаш сломала а вы видите вот эту часть грубо говоря широкую а корешок уходит куда-то туда то есть вот здесь должна быть ширина не должно быть вот таких вот листочков ну как бы это неправильно обращаем внимание вот на это место да то есть прям смотрим туда внимательно соответственно с цветами то же самое у меня здесь располагается цветок и куда-то туда уходят лепесточки а здесь я располагаю как говорится как бог на душу пошлет ну как бы сейчас мы будем рисовать и вы поймете о чем я говорю основных три рисуем не надо больше потому что иначе это будет уже слишком много и для вас рисовать прорисовывать это сложно и для клиента долго сидеть и вообще в принципе смотреть на это будет не так приятно и удобно что ли старайтесь светлые элементы располагать впереди а темные сзади то есть здесь не спроста сначала светлый элемент идет а за ним темный почему потому что вообще в принципе да то что к нам ближе более яркое насыщенное вкусное цветное а то что дальше он такой затемненный затуманенный и так далее соответственно если вы поменяете местами цвета и сделаете яркий красный впереди а по бокам бежевые то бежевые у вас будут не чистые нежные такие а их придется затемнять потому что они же в тени и соответственно это уже будет не настолько сочно и красиво смотреть как хотелось бы вот поэтому эти цветочки мы убираем в тень да мы их делаем темнее а этот за счет того что снизу темный будет больше выходить на передний план и будет создаваться впечатление такого объема вкусного такого дальше вы располагаете листики листики тоже старайтесь располагать не одной как сказать варианции да а там какие-то может быть заостренные пустим какие-то там вообще какими-то такими кустиками то есть разные чтобы это тоже смотрелось прикольно и самое главное да листочки не могут быть плоскими они же имеют какие-то изгибы соответственно повторяйте эти изгибы то есть ну чтобы он гнулся как-то изгибался да то есть где-то перекручивался может быть то есть без проблем после того как вы нарисуете для себя решите какие лепесточки будут идти впереди то есть вот этот у меня будет впереди значит этот будет чуть-чуть уходить в тень этот будет совсем наглухо в тени он будет самым дальним окей а дальше у меня будет выходить здесь значит вот здесь вот тень и вот здесь чуть-чуть тень то есть вот этот у меня лепесток будет самый светлый вот это чуть-чуть потемнее потому что ну как бы снизу да вот этот самый темный и соответственно здесь уже просто тень друг от дружки будет окей эти у меня просто будут в тени ну и листочки постольку поскольку а сейчас включая комментарии для того чтобы вы мне сказали все ли понятно из того что я говорю сейчас я говорю здесь много вот чтоб я понимала я думаю что многие сейчас есть такая же проблема которая заговорю да из-за сбитого графика я очень мало сплю и точнее как получается допоздна могу не спать вот допустим до 5 до 4 утра потом все равно нужно делать дела поэтому в 10 в 9 я уже бодрствую соответственно к вечеру мне просто начинает гасить прям невероятно спать хочется просто ужас вот такие истории обычно попиливаю стопилочкой я так тому говорю что могу немножко подтупливать уж простите пожалуйста все понятно все супер отлично тогда скрываю дальше сняла липкий слой для того чтобы у меня эскиз не подплывал да то есть чтобы все было как бы более менее ну как-то четко что если остается липкость и вы не очень хорошо просушили иногда бывает расплывается весь ваш эскиз вот у меня тут от эфира предыдущего остались какие-то гель-краски до черный гель-лак и коричневый гель-лак не гель-краска черный и коричневый гель-лак но и светло-коричневый просто мне уже цветов не так много поэтому я их стараюсь экономить немножко опускаю ой простите пожалуйста звук был ужасный верю мне тут две лампы и они столкнулись лишний гель убираем на ноготь я сейчас приближу чтобы вам было видно вот липкость я напомню сняли рисуем кругляшок и начинаем рисовать наш цветочек основную основной лепесток видите да я уже рисую не супер кругленько так как-то да там не супер ровненько немножко вот с изгибами с какими-то и друг за дружку его запускаю не старайтесь нарисовать ровненький вентилятор но в природе такого не бывает вот какая у меня сейчас ошибка у меня все немножко сместилась влево да то есть не хватает справа объема поэтому я беру и стираю у меня сейчас был эфир да и мы говорили по поводу эскиза я заранее эскизы всегда стараюсь подготавливать для того чтобы в прямом эфире не тратить на это время но как бы с цветами понятно это достаточно простая работа то есть на самом деле просто ее несложно выполнить и это не страшно даже если что пойдет не так стереть вообще быстренько добавить не критично с дизайнами типа принцесс злодеев и так далее тут история немножко другая для этого конечно нужно чуть чуть больше подготовки больше времени и поэтому лучше конечно заранее прорисовывать это я к тому что я тоже допускаю ошибки должен мне все всегда сразу получается то очень многих сложилось видимо другое впечатление вот прерисовываю сразу другой цветочка вот чуть поменьше конечно можно сделать тоже стараемся заполнить образовавшиеся пространство и тут же я сразу на меч такие поворотики у меня листики как бы будут загибаться на некоторых цветулях третье мы чуть пониже разместим если вы не можете разместить но как бы придумать да как разместить листики то есть это уже не первый раз рисую поэтому мне может быть попроще да если вы не знаете как разместить откройте pinterest и постарайтесь рисовать прямо по максимуму там как вот указано да можно вот так вот это вот первый вариант скажем так как нарисовать если лишняя линия мы ее просто берем и вот так вот подстираем спиртом капнула сейчас порта поплыло не так не нравится ну вот собственно говоря ну ладно даже ничего страшного пусть нам это на руку вариант 1 да то есть и сначала составить вариант 2 для меня лично он самый быстрый сейчас покажу я беру polar белый цвет и беру ну какой-нибудь тот же коричневый светлый чуть-чуть подсмешиваем можно даже чуть побольше можно желтенький туда копнуть беру кисточку дека 13 серединку я все равно рисуем то есть тут все то же самое а вот дальше я просто набираю на кисточку и уже рисую сразу вот таким вот образом видите при помощи кисточки язычка кисточки создаются такие очень приятные интересные лепесточки и вас само собой получается уберу вот так из гипп раз два то есть не нужно ничего вырисовывать придумывать кисточка сама за вас это делает если допустим хотите можете поменять направление типсами цвету просто перевернуть поэтому тут вы смотрите кому как удобнее то есть я показала к счастью для нас да так получилось что оба варианта вы для себя оставляете тот который вам комфортнее и удобнее лично как по мне вот этот вариант даже лучше потому что уже сохраняется такая рельефность да нет четких контуров и все это дело выглядит очень даже приятненько вот и после этого мы отправляем сушить пока там у нас сохнет мы берем и готовим дополнительные цвета для винтажной флористике вот именно для того чтобы все смотрелось так нежно аккуратненько и сочеталось между собой необходимо во все цвета которые вы будете использовать вмешивать основной цвет фона поэтому конечно хорошо чтобы у вас основного цвета фона было побольше на палитре вот мы берем у красным портовый какой-то до смешиваем на данном подруге какой-нибудь оттеночек взять у меня тут есть что-то такое глубокое вот точно такой бордовый приятный спокойный цвет но тоже больше розовый лишнее было а вот еще можно такой красный кирпичный симпатичный будет смотреться вот почему не очень люблю белые цвета вмешивать да и свет стараюсь всегда через какие-то другие оттенки находите по через бежевый через оранжевый что мне не совсем нравится как получается скажем так бордовые оттенки ну и вообще в принципе красный с белым мне не очень раз такой розовый холодный получается вот здесь дальше размещаем также таким вот образом серединочку набираем на кисточку цвет и начинаем прямом смысле этого слова ляпать лепесточки цветочки лепесточки наши если хотите можете уже кисточкой прорисовывать да но мне нравится какие такие вот прожилочки получаются то есть но прикольно давайте включу вы расскажете кому как привычнее работать сразу через толстую кисть или через тонкую какой вам вариант больше скажем так ближе цветочек у меня будет побольше через толстую ну да и мне кажется это быстрее на клиенте допустим да если смотреть как-то пожилеет получается шлюп шлюп у меня еще клиенты эту флористику когда я начинаю рисовать они смотрят на меня с недоверием ровно до последних минут типа что за мазня я увеличиваю цветочек это да потому что иначе у меня получается от маленького большому идет мне так не хочется вот когда заканчивать клоны прикольненько отправляем сушиться девочки кто впервые на нашем эфире я вообще предлагаю я предлагаю делать скрины кто впервые кто не знает хитрость такую делайте скрины для того чтобы вы потом могли поэтапность себе сохранить так а мы пока переходим к зеленому зеленый здесь можно взять какой-нибудь тоже такой болотный да приятный какой-нибудь оттенок ола андре через тонкую линию руки набить седла ну конечно это круто нет ну правда круто но когда это не на клиенте клиент же не буду ждать когда вы там руку набьете поэтому толстая кисть в этом плане очень спасает темный зеленый в моем случае это всегда незаменимая фортуна я его почему-то не могу найти нашла отлично у меня темно-зеленый вот такой до эфир сохранится обязательно все как всегда не переживайте и для всех этих цветов очень круто мне нравится когда добавляется желтый горчичный возвращаемся сюда да вот у нас заготовочка готова начинаем намешивать свет для листиков специального вот так вот приближуя это дело салатовый сюда можно немножко желтенький такой вот все должно быть в таких вот приятных оттенках помните да про основной цвет фона вот его мы возьмем и начинаем располагать листочки помним о том что они у нас как бы прячутся можно узнать стоимость гириллака какого именно стоимость каких конкретно гириллаков потому что я это работаю на разных фирмах и это на самом деле даже с мастер иностранный вопрос то что я честно говоря не знаю стоимость ни одного из этих гириллаков если по правде уж говорить но но я могу узнать но я думаю что девчонки могут нам сейчас подсказать если говорить за фоновый то они точно недорогие этот лента до 600 рублей по моему они по стоимости видите да я светлый оттенок добавляю пока что через светлые но сильно много не делайте но кое-где кое-где и отправляем сушиться люкси 1000 сколько стоит такой дизайн сколько стоит такой дизайн у меня цена фиксированная то есть условно если вы выполняете коррекцию плюс дизайн то это будет стоить 2 500 если просто коррекция в один тон или френ что это будет стоить 2000 и у меня не имеет значения будут цветы будет это портрет будет это дисней то есть это все будет 2 500 вот что касается сколько бы это могло стоить у других мастеров ну как бы все зависит от региона да если говорить в москве или питере то там вообще нерегулируемая цена по понятным причинам да сейчас пока более темным зеленым вот с коричневым я буду задние как бы листики рисовать вот в калуге как бы ну 300 рублей в принципе нормально 300 400 может быть даже 500 я думаю это приемлемо за такой дизайн несложно говорить потому что понимаете какая ситуация очень многие мастера сейчас меряют не не тем как это нарисовано не качеством выполненной работы а количеством времени которое они на это потратили и тут же объективно может быть очень много времени ушло получилось ну такое я думаю некоторые понимают о чем я говорю ну может быть пробовали когда-то да там рисовать вроде правда стараешься ну а получается какая-то фигня и брать за это 500 рублей ну я допустим не отдала бы такие деньги девушки такие вопросы задаете откуда кто знает какие цвета вашим цены в вашем городе нет мне не сложно ответить на самом деле это гель-лак 2 500 нет смотрите стоимость гель-лаков я к сожалению не знаю работаю я на разных марках у меня вот в основном да на столе вот сейчас показываю что есть это и люксио и линта и синай и даже багира нейлс и что это даже не знаю что это что это я не знаю подсказывайте рок-нейл милк то есть у меня огромное количество различных оттенков я их между собой перемешиваю периодически что-то использую в чистых вариантах что-то использую регулярно чем-то пользуюсь в редких случаях то есть поэтому как-то сориентировать что берите вот конкретно это это прям вот панацея нет не могу но если мы говорим о фоновых рисунках да то есть допустим для всех портретов всегда я использую один и тот же цвет это 049 линта но это моя как бы фишка что ли поэтому они все и похожи что и видно что они у меня нарисованы да вот кстати это с курса онлайн дизайна вот для допустим ну вот злодеи тоже если посмотреть вот здесь 049 линта вот здесь 049 линта вот здесь тоже 049 линта но ведь они все по-разному выглядят но основа одна поэтому как бы тут такой момент во всех остальных вариантах допустим неоны во многом да это люксио белый цвет это строго либо polar люксио либо пьюр линта черный я использую либо рок-нейл либо линта во всех остальных экспериментирую вы работаете в салоне да я работаю в салоне у меня свой салон а леонел это вот видите как так я отключаю комментарии и мы продолжаем с цветами теперь мы берем светло-коричневый вот наш фон для цветочка на который основной мы туда вмешиваем коричневый чтобы такой приятный оттенок получился нежным и им начинаем выполнять прорисовку серединочку даже чуть-чуть потемнее тоненько-тоненько чтобы получилось тоненько нужно кисточку распределить перпендикулярно типсе и вот прям вот таким вот движением начинаем вести слегка-слегка видите цвет не должен быть сильно яркий темный такой но и не сильно светлый потому что в первом случае это будет просто обводка это будет не очень красиво и графично во втором это будет просто не видно и непонятно зачем это сделали можно добавить вот такие вот прожил очки кое-где они зададут объем не сместился цветочек и лепесточек да и вот этот листочек будет лепесточек уведу в тень точно так же добавляем потемнее бордовый коричневый и делаем прорисовочку в бордовых цветах возвращаясь к вопросу по поводу работы в салоне у меня три салона на данный момент до кризиса как говорят да сейчас у меня было три салона вот и я в них работаю мастером в одном из них но в основном я преподаю и руковожу вот прорисовывая здесь можно нет поворотчик такой сделать лепесточку именно поэтому у меня есть курсы по руководству нами на имеется ввиду для руководителя для мастеров как привлечь клиентуру и так далее и я не знаю цены на материал потому что у нас этим занимается управляющий свое время я на каждую должность скажем так на каждую работу поставить своего человека делегировала какие-то определенные обязательства и это настолько хорошо получилось что некоторые вопросы даже просто не знаю вот обвели и сушим также черненький и темно-зеленый и можно даже в бордовый на самом деле или в коричневый вмешать и выполняем легкую такую прорисовочку в листиках для этого нужно очень хорошо с кисточки убрать лишний материал прям прокрутить и тоненько-тоненько дай тут я немножко хватанула девчата поэтому придется подстереть тоненько-тоненько повторяем все то же самое здесь конечно такая кропотливая работа нужно максимально тонко и аккуратно это сделать с этой стороны здесь чуть побольше коричневого вмешала и такие вот прожил очки добавляем прорисовку такую тоненькую делаем только в листиках здесь все очень хорошо видно нужно по крайней мере и на этом этапе если хотите можете разместить какие-то глубокие такие темные листики за цветом ну вот допустим здесь раз и кистик сделала 2 и отправляю сушить много темного цвета не добавляйте включая вам комментарии эльза рисовали сюда было эльза у нас несколько эфиров назад и как раз по моему на этом эфире мы определились что нам нужно онлайн по принцессам спасибо большое стараюсь чтобы было видно так мне и так дальше дальше мы будем переходить уже берем топ с липким слоем берем светло-коричневый мешаем его стопа хорошенечко этот листик прям полностью уводим в тень потом по кругу вот так проводим такую скажем и начинаем стягивать очень хорошо и важно в этом вопросе чтобы у вас было достаточно хорошие такое количество топа и очень хорошо растушевана кисточку формируем такой лопаточкой кладем на типсу и начинаем тянуть проворачивая по кругу обязательно где-то примерно до середины лепесточков надо дотягивать до конца чтобы образовалась такой объем то же самое красные с коричневым вмешиваем да и создаем такую же тень на бордовых лепесточках плохо видно а коменты мешают давайте уберу их так партон час выключу вот и под поворотиками ты под нашими тоже тень и точно так же стягиваем кое-где можно прям даже углубить эту историю тут вообще можно в тень в тень прям увести так вот пока мы тут рисовали да у нас наш первый лепесточек тоже чуть-чуть скажем так под разошелся мы можем кое-где взять добавить денежки чтобы на первый план вышли какие-то конкретные лепесточки вот получается у нас появляется объем и суши кто уже не первый раз нами рисуют видео по такому же принципу я делаю и в принцессах и во всех остальных то есть тень везде всегда через тень наш коричневый цвет вмешиваем зеленый или бордовый цвет зеленый и кое-где в листиках тоже добавляем тенюшки вот таким образом да можно взять и углубить по серединке затянуть затянуть тень вот таким вот образом и отправляем сушиться так дальше нам нужно будет сделать серединку для серединки я возьму только кирпичная красно-оранжевый не знаю с желтым и с коричневым у меня будет серединочка вот здесь нанесла подсушила потемнее коричневый можно даже бордовым да и вот здесь вот раз два суши можно взять черный гель-лак с бордовым или с коричневым ну кому как удобнее да будет ты кого-то там как гамма цветовая пойдет и тоненько прорисовать дополнить какие-то вот эти листики которые может быть у вас там немножко перестали читаться после тени такую легкую не обводку а именно такую легкую прорисовочку девочки видите как играть начинает я не знаю у вас видно это или нет немножко бликует это все история очень аккуратно то же самое делаем и с основными цветочком в середине но мы прямо старайтесь очень тоненько сделать это прям максимальный только вот как бы разделяя сделали подсушили делали так вот раз вытащили такие вот лучики и отправляем сушить берем желтый с белым и такими будем делать как точечки такие так 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 здесь вот раз два три маленькие большие маленькие большие маленькие большие с 1 вторым и третьим цветочком с маленьким короткими движениями и подсушиваем включая комментарии чтобы вы могли мне если что спросить белый с желтым смешивая и начинаю переходить к цвету со светом тут такая интересная история в листиках как бы вот такие вот раз прожилочки подсушили потом здесь вот допустим да между прожилочек так вот раз и подсушили и не надо везде кое-где делает это чтобы был такой эффект жестого у них такие вот приемы есть в листиках немножко желтенькие с бордовым подсмешали и вот высветлили поворотики помните поворотики делала так вот я раз два три наверное ярковато поэтому чуть-чуть под приглушу ну вот вот этот листик у меня перестал читаться я темненьким раз подправлю это дело здесь прям тень нужно добавить дальше уже но завершая да скажем так мы просто дорабатываем где нужно углубили тени где нужно оставили не трогаем вот здесь вот у меня полезно штамена а зачем полностью затемнять лепесток зачем полностью затемнять лепесток вот это вы имеете ввиду объем чтоб создался если воню чтоб появился объем запись эфира будет пересматривать очень много раз вот здесь уже такая детализация идет да в конце что еще берем топ берем черный можно из бордового хорошенечко все это дело перемешиваем чтобы получилась такая мягкая тень и вот ее мы можно даже с коричневым чуть-чуть прокладываем вот здесь тень от верхнего цветочка ой вот простите пожалуйста что я увлеклась сюда вот здесь вот так в общем чтобы вы вышел на первый план да чтобы появился объем эфир останется да конечно не переживайте эфир останется ну вот смотрите да каждый раз рисуем и каждый раз все по-разному то есть совсем другой вариант чуть по насыщеннее сделала поярче вот за задние цветочки и такой уже совсем другой вариант развития событий получился ну и в конце мы конечно же добавляем свет как мы добавляем свет мы берем топ мешаем его с белым и добавляем свет вот здесь на серединке подсушили подсушили желтый с этим же топом и с белым сюда кое-где так чтобы чуть-чуть было и сушим как у вас со свадьбой а с нашей то на следующий год принесли потому что хочется что все таки у нас была возможность собрать друзей а в связи с тем что происходит сейчас вокруг в мире это будет невозможно потому что у меня много друзей это представители других стран вот дальше добавляем тень под листиками и цветочками вот и отправляем сушиться можно сделать матовый если допустим у вас вдруг получился слишком яркий дизайн то вы можете его покрыть матовым топом и тогда будет он более светлый то есть без проблем в конце перед тем как отправлять под топ да мы возьмем белый и желтый прям такой чтобы получился светлый светлый и нужно будет поставить маленькие точечки поверх тех точечек которые у нас уже есть ну вот так ну что попробую матовым у меня потому что все варианты глянцевые мне интересно как матовый будет смотреться как думаете сделаем матовым спасибо за ответ просто так хочется за вас порадоваться еще больше увидеть вас принцессы на вашей свадьбе а как мне хочется вы даже не представляете так ну что вы думаете попробуем матовым его сделать или глянцевым матовый да давайте тогда просушим хорошенечко я сейчас прорисую немножко листочки все это под выделю поярче тогда уже я очень люблю такие хвостики доставать из листиков и давайте хорошенечко дело это все просушим и покроем матовым топом посмотрю как это все будет смотреться да со свадьбами очень у многих в этом году сорвалось ну и говорят же типа в високосный куст в год бла-бла-бла типа не стоит свадьбы играть и так далее может это знак какой-то девочки пользуясь случаем хочу показать вам да это вот первые дни онлайн курса по принцессам он у нас будет проходить в закрытом чате в закрытой группе он платный вот ну может быть кому-то это будет интересно и кто-то захочет принять участие буду рада увидеть вас в нашей группе так а пока перекрываем матовым топом эдакий эксперимент вместе с вами я узнаю как это будет выглядеть потому что до вас я этого не делала с вами будет первый раз совместно вот отправляем сушиться если кто заинтересуется по поводу онлайн курса вы пожалуйста напишите мне в директ я вам дам ответ и по ценам и по условиям и по всему остальному а вот отлично пишите в директ анют привет привет ола ола смотрю тут есть очень много девочек которые будут принимать участие в курсе прям готовлю готовлю для вас жасмин у нас наверное будет два урока потому что хочется и с тигром попробовать и без вот ну что у нас получилось в матовом варианте да такой более приглушенную но я даже наверно больше за глянцевые если честно но так он у нас выглядит пока что мы сейчас берем белую гель краску без липкого слоя у меня это юнона и добавляем прорисовочку видите не всегда матовый топ сдает скажем так тот эффект который хотелось бы но это не страшно здесь самое главное будет теперь максимально тонко просто насколько вы способны тогда это будет выглядеть эффектно и вот если мы рисуем с вами в глянце да я прорисовку не выполняю полностью в глянце кое-где то с матовым конечно хочется побольше чтобы был вот именно этот плюшевый эффект да если белым прорисовать смотрится совершенно иначе почему я за него и взялась видите тут такие моменты тонкости как говорится на каждом шагу кисточку прокручиваем на кончик набираем красочку а обычно как обычно мой молодой человек не смотрят наши эфиры но тут видимо ему совсем стало скучно ждать меня я не тут интересуется когда у нас свадьба наконец-таки матовая с прорисовкой шикарно выглядит мне тоже матовый нравится больше ну да но только именно с прорисовкой ну толстовато тут что-то пошло не так как говорится да и мы это просто берем и вытираем а тут видимо что-то не знаю какая точечка волосок опять попался тут волосок какой-то девчонки точечки и добавляем вот ну да мне нравится как это выглядит с матом в матовом спасибо большое девчонки честно говоря неожиданно прикольно получилось и смотрим тоже хотя когда достала до такой опатовая ситуация казалось бы вот вот и вот 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 собственно говоря такие вот варианты ну да мне прям тоже нравится как это выглядит прикольненько да кстати тоже хорошая идея можно какие-то варианты сделать глянцевые допустим 1 лепесток 1 цветочек можно в глянцем покрыть каким образом да вы можете взять глянцевый топ